Поэзия и проза. Представители молодого поколения Нарьинмара стали финалистами литературного семинара, который проводился в рамках всероссийских беловских чтений. По итогам отборочного турнира они вошли в топ-10 молодых литераторов. Мне снилось море, лазурное море, где берег песчаный ласкает волны, где ветер душевно поет на просторе, где местность свободы и жизнь полна. Первые пусть и неуклюжие рифмы Октябрина Овчинникова стала складывать еще в 11-летнем возрасте. Сейчас восьмиклассница уже уверенно записывает свои мысли в оформленные строчки. Ее стихотворение оценили и организаторы литературного семинара в рамках всероссийских беловских чтений. Поэзия для меня это скорее всего просто как выражать свои мысли, потому что я всю жизнь это делала на листе бумаги с кисточкой в руках. И теперь я развиваюсь так со словами. И поэзия для меня это скорее всего большее увлечение. А вот Александр Вокуев в прозе как в своей стихии. Мечтая стать писателем с юности, он выбрал профессию журналиста. Развивая навыки, писал очерки, рассказы. Для него это неотъемлемая часть жизни. С самого детства очень много читаю, вот сколько я помню, всегда читал. И для меня литература это как бы, в общем-то, основа моего мировоззрения. То есть у меня весь мир, он вертится вокруг литературы, и все основано на этом. И для меня заниматься литературой это что-то естественное, как я не знаю, как есть и как пить. И о самовыражении я, честно сказать, мало задумываюсь. Но хотя я потом понимаю, уже после того, как я сделаю, что я себя самовыражаю, но это не самоцель. Просто для меня литература это как какой-то священный храм. Сейчас на базе этнокультурного центра занимаются три возрастные группы прозаиков и поэтов. Народное литературное объединение «Заполярье», студия молодых литераторов и детско-юношеская группа «Шиповник». Дело в том, что у нас в стране сейчас очень активно развивается молодежное литературное движение. Оно поощряется. И во многих городах проводятся вот такие литературные семинары молодых авторов, чтобы пополнить ряды литераторов именно молодежью. И к этому прокладываются разные усилия. Эти семинары, они дают огромный опыт ребятам, потому что там их обучают, на них обучают известные поэты, писатели, авторы, которые делятся своим опытом, вот для них бесплатно и, в общем-то, самыми тайными, скажем, мастерства. В связи с большим количеством заявок на участие перед семинаром проходит отбор, который наши ребята достойно преодолели. Сейчас они с нетерпением ждут возможности получить неоценимый опыт от старших наставников. Литературное творчество, оно ведь, на мой взгляд, одно из самых доступных видов творчества. Ты взял ручку-карандаш, и ты можешь выразить свои мысли на бумаге. И у каждого человека есть как минимум замечательный один сюжет, это твоя собственная, своя автобиография. То, что, например, не каждый возьмет краски и инструмент, чтобы сыграть музыкальное произведение. Поэтому литературное творчество будет всегда. Екатерина Дементьева, Антон Водряков, Телеканал «Север». Продолжение следует...